Дело в том, чтобы каждый из вас был настоящим патриотом нашей Родины. Дело ж не в том, что кто-то там идет в армию, так ясно защищая Родину. Дело в том, что немаловажное значение имеет то, чтобы обеспечить нашу Родину собственным продовольствием. А ведь мы стоим сейчас, все войны идут, все эти революции. За что? За нефть, газ, другие ресурсы. Придет время, естественно, может кто-то из вас еще доживет до этого времени, но будет борьба еще и за воду. За воду, потому что я вам могу сказать, вот в 1974 году, когда мы зашли в Демократическую Республику Сомали, тогда еще не было сомалейских пиратов, там была наша база подводных лодок порту Бербера, где стояли дизельные подводные лодки. Они там стояли и продолжали службу. После того, как ушли, мы оттуда все началось. И так вот все это. И когда вот мы пришли туда, там два года уже не было ни капли дождя. Вода на вес золота. Мы, Россия, обладаем колоссальными запасами всех полезных ископаемых, в том числе и воды. Поэтому сейчас раздаются голоса, что, а почему это Россия только одна, так сказать, этими богатствами? Это мировые богатства, которые должны принадлежать всем. Вот такие голоса и раздаются. А этого мы с вами должны быть всегда, любить свою Родину, защищать ее и бороться со всеми проявлениями. Фальсификации истории, фальсификации тех героических подвигов, которые совершил наш народ. Уже в послевоенное время, ну я немножко так скажу, что вот завод Красное Сормово, кроме танков, за время войны поставил 20 подводных лодок. Это во время войны. После военное время на подводных лодках, атомных, построенных нашим Сормовским заводом, получили звание Героев Советского Союза. Валентин Козлов, Леша Русев. Вот. Правда, к сожалению, их уже нет с нами вместе. Ну и дальше. Сейчас, конечно, уже с Сормово там ничего нет. А когда-то мы все строили. Сейчас, конечно, раздаются голоса, что давайте вот снова возродим. Но возродить все гораздо легче сначала разрушить. Разрушить все. А вот для того, чтобы создать, для этого нужно время, нужна техника, нужны подготовленные специалисты и так далее. Которых сейчас, к сожалению, не достает. Что я хотел бы вам всем пожелать. Ну, во-первых, пожелать вам всем, вашим родным, близким, знакомым. Здоровья, счастья, благополучия вам, как молодежи, большой любви, успехов в достижении вашей намеченной цели. С тем, чтобы каждый из вас был истинным патриотом нашей великой Родины. И, как говорят моряки, хочу вам всем, вашим семьям, знакомым, пожелать счастливого плавания. В нашем, неспокойном, бурном, жизненном океане. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Есть какие вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я думаю, что они... Пожалуйста. Где вы сами служили и с чего началась ваша история? Значит, докладываю. Я выходец из рабочей... Вернее, из крестьянской семьи Воронежской области. В 1956 году закончил среднюю школу. И поступил во второе высшее военно-морское училище подводного плавания в городе Рига. Где проучились мы три года. После сокращения нашим хрущевым миллиона двести тысяч. Нас, конечно, никуда не уволили, а распределили по всем училищам. И вот мы два класса минеровых, два класса штурманов отправились на Дальний Восток, в Тихоокеанское высшее военно-морское училище, где создали свой подводный факультет. И в 1960 году закончили. И попал служить на дизельные подводные лодки Буки-88, на Камчатку. На дизельных подводных лодках прослужил три года. Мы участвовали в Карибском кризисе, находясь в Тихом океане у острова Гуам, для ведения боевых действий. Ну, слава Богу, этого не случилось. Обеспечивали в 1963 году в Тихом океане полет Терешкова и Бековского, космический полет. В 1963 году перешел на атомные подводные лодки и продолжал службу на Камчатке. Затем в 1966 году закончил командирские классы в Ленинграде и был назначен помощником командира на гвардейскую подводную лодку К-56 в Приморье. В 1969 году был назначен старшим помощником на атомную подводную лодку второго поколения, которая строилась в Ленинграде. Приняли там, отучились в городе Обнинске вместе с экипажем. Перешли затем в западную лицу, на северный флот, в третью дивизию атомных подводных лодок. В 1974 году вместе с подводной лодкой еще одной нашей Тихоокеанской через Избаренцево море, через Атлантический океан, вокруг Африки, в Индийский океан, зашли в Берберу, в Сомали, с деловым заходом на 10 дней. А затем дальше продолжили путь через Индийский Тихоокеан на Камчатку. После этого был назначен командиром подводной лодки К-48. Это уникальная подводная лодка, где впервые испытывалась система морской космической разведки и целеуказания, после чего она на другие подводные лодки. Это тоже подводная лодка первого поколения с крылатыми ракетами. Мы в 1975 году были награждены переходящим красным знаменем Центрального комитета ВЛФСМ как лучшая комсомольская организация военно-морского флота. В 1977 году был назначен заместителем командира 10-й противооременосной дивизии, который служил. Затем в 1979 году был назначен вновь организованную дивизию, 29-ю заместителем командира дивизии, где три года. Затем в 1982 году был назначен вновь формированную 28-ю дивизию атомных подводных лодок и дизельных тоже там, где пробыл пять лет. Военно-морскую академию заканчивал в должности командира дивизии. Ну а затем, после пятилетнего пребывания командования дивизии в 1987 году, был назначен командиром 104-й бригады здесь, в Сормово, где до 1994 года продолжал службу. Вот так. Вопросы еще тут нет. Николай Васильевич скромно умолчал о том, что за годы службы в подводном флоте на дизельных и атомных сурмаринах он находился под водой ровно 7 лет. Представляете? АПЛОДИСМЕНТЫ Есть вопросы еще? Дело в том, что когда в 1994 году я уходил на пенсию, уже по указу господина Ельцина, президента нашего, мне было 55 лет. Выслуга составляла 58,5 лет. То есть, я еще не родился, а уже служил на флоте. Вопросы. Я вам могу сказать, что у нас на подводных лодках очень все демократичное, не так, как в других видах, родах вооруженных сил. У нас все, от матроса до адмирала, одна норма. Положено шоколад, положено вино, положено все остальное. Все участвуют. Если приборка, участвуют все. Матросы, мечманы, офицеры. Единственное, командир. Естественно, старший помощник, который все организовывает и смотрит. А остальные все. Каждый на своем. Потому что от каждого человека зависит жизнь всех остальных. Вот такая. Пожалуйста, еще. Не отпускайте его просто так. Александровна, пожалуйста. Чрезвычайных ситуаций было достаточно. Мы справлялись. Что я вам могу доложить? Что за время командования подводной лодкой, заместителем командира дивизии, командиром дивизии, у меня не погиб ни один человек в море. Ни один. Были, естественно. Дело в том, что самое главное, чтобы экипаж был готов. Портативно-дыхательный аппарат, устройство, ПДУ, у каждого члена экипажа. Что это такое? Это дает возможность человеку бороться с пожаром, с поступлением, ну, в основном с пожаром. В течение 15 минут. Поэтому люди тренируются. Все. Ну, могу сказать, что единожды пролили Башир в Тихом океане. Я был старшим на борту на подводной лодке К-431. В турбинном отсеке возник пожар. Ну, по странному течению обстоятельства в том же месте и до этого подводная лодка там тоже горела. Они привезли 12 трубок. Мы боролись, и ни одного человека не потеряли. Справились с этим делом. И пошли дальше. Вот так, а других очень много было, поэтому и было поступление воды, и пожары, и радиационные опасности, все прочее, прочее. Ну, справлялись. Поэтому от подготовки экипажа все зависит. Спасибо. Вопросы уменьшаем. Ага, вот вопрос дальше. Спасибо, Николай Владимирович. Ну, если нет вопросов... Спасибо, Николай Владимирович. Слово предоставляется заместителю председателя Совета ветеранов. Слово предоставляется заместителю председателя Совета ветеранов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.